Привет, друзья! Вот мне написал отзыв о книге «Метод-ключ» прошлой книги. Наверное, об этой книжке речь идёт, да? «Научись стресс работать на тебя». «Комната страха», «Метод-ключ» и прочее. О книге Илья Птицын написал. Очень интересно. Смотрите, здравствуйте! Хочу оставить положительный отзыв о вашем методе. Техника, когда руки как бы сами двигаются, попробовал сделать после пробуждения от сна, чтобы встать с кровати. Представил, что ноги сами одевают тапки. Через 3 минуты не успел заметить, как уже стоял на ногах. Положительные результаты появились в течение часа. Это в целом, видимо, да. Убрал мягкий матрас, чтобы спать на твёрдом. На следующий день сон убавился на час. То, что не получалось сделать за 2 года, получилось за 1 день. Как правильно поблагодарить вас, не знаю. Ну, я там написал, что я ролик с благодарностью вашей сделаю. Пусть все читают и понимают, что речь идёт о чём? Что когда руки сами двигаются, представив, что руки пошли, руки пошли. если точно так же ты представил, что пробудившись от сна ещё не до конца, но представил, что ноги сами надевают тапочки, естественно, автоматом точно так же у тебя это произошло. Поэтому получилось, что через минуту не успел заметить, как уже стоял на ногах. Ну да, ну, включается автоматизм, естественно. Но я сейчас хочу сказать о том, чтобы наоборот, чтобы человек не был задействован вообще в жизненных ситуациях, ему нужно состояние, ты говоришь, пробудился от сна и в этом состоянии представил, что встал, что ноги сами надевают тапочки. Вот смотрите, как интересно. Есть состояние между сном и божественным, когда вы пробудились от сна и в этот момент задумались не над тем, что у вас ноги сами надевают тапочки, а задумались, например, как у вас пройдет день. И вот, допустим, вы встретили там с мыслями о том, что, ой, опять плохо пройдет, опять там что-то будет не так, ой, как тяжело. Вспомните, когда вы задумываетесь о том, что праздник какой-то, и вот вы проснулись, и вас ждет праздник, и вот это превоскушение праздника у вас сразу другое настроение, да? Так вот, момент между сном и бодрствованием, когда вы проснулись, или когда вы засыпаете, очень важный момент, чтобы сделать себе вот этот образ будущего, представить себе то, что вы хотите, и в этот момент можно за счет этого сформировать определенную настройку, и у вас так день пройдет, да? Вот это вот формирование доминанта, которое создается вслед за психологической установкой в этом состоянии между сном и бодрствованием, очень важный момент, чтобы управлять своим состоянием. И вот поэтому, если вы научитесь состоянию, например, задумчивости, а для чего человеку состояние задумчивости? Это эмоциональная трешенность, эмоциональная отрешенность от ситуации какой-то позволяет нам владеющим состоянием задумчивости позволяет нам думать. Потому что, когда мы задействованы в ситуации, мы как бы не имеем этой точки опоры, а когда мы одновременно и участник события, и его свидетель, его свидетель, вы видите, у меня там на картине участник события, участница и его свидетель, одновременно в своих мыслях, эмоциях и одновременно видеть ситуацию. Так вот, если научиться состоянию задумчивости, а вы сейчас попробуйте прямо сейчас, просто так отрешитесь эмоционально от ситуации, пустите мысль на самотёк, и вы обнаружите, что вы попадаете в такое приятное ощущение какой-то почти безмятежности, и вот на этом фоне, а вот смотрите, у меня в этот момент глаза, обратите внимание, они как бы неподвижны. Вот приём. Если вы сделаете взгляд рассеянный и при этом взгляд как бы неподвижный, и пустите мысли на самотёк, отпустите себя внутри, вспомните состояние задумчивости, такое бывает у вас, когда вы или музыку слушаете, или смотрите на огонь, как пламя свечи, или костёр, или что-то такое, мечтаете, вот это, видите, глаза останавливаются. Так вот, если через остановленные глаза вы пропускаете мысли, это приём такой, и задумываетесь, ещё раз хочу повторить, для чего нам задумчивость? Потому что в этом состоянии задумчивости вы отстраняетесь от ситуации, задумчивость нам нужна, чтобы думать, потому что там вы думаете, не цепляясь за эмоции, эмоции не включают какие-то отношения, вы как бы отстранённые, и поэтому не так сильно субъективны, потому что эмоции это рефлексы, которые включают ваши отношения, точки зрения, а здесь вы в таком пространстве ментальном находитесь, когда вы как бы вот в этой безмятежности отстранённо наблюдаете ситуацию, там всякие мысли, картины переходят, какие-то процессы происходят, вы наблюдаете как бы со стороны и можете понять, понять, подумать, принять какое-то решение, потому что в этот момент вы находите и в событии, и вне него. Вот это состояние задумчивости нам нужно, чтобы уметь думать. Если мы не умеем думать, ну как мы можем принимать правильные решения? Давайте мы так договоримся, попробуйте вот так на несколько минут осознанно вызывать состояние задумчивости, мечтательности, ну когда вы думаете о чём-то, приостанавливаете взгляд, пускайте мысли на самотёк, вспоминайте это ощущение, и вы в момент поймёте, что в этом состоянии как раз-таки у нас происходит осознанность, развивается сознание. Есть теорема Гёделя, что в любой задаче может быть достаточно мощная такая вот фраза, которая силами данной системы не решается. Это я своими словами говорю. Так вот здесь происходит как и в этой математике теорема Гёделя, вы выходите из ситуации, чтобы быть над ней и чтобы её решить. А там вы сталкиваетесь с вечностью, безмятежностью, бесконечностью. И поэтому получается, чтобы решить какой-то конкретный вопрос, бытовой или иной, надо рассуждать о конкретном в ритме мышления о вечном, чтобы посмотреть на всё как бы со стороны объективно. И вот теперь ещё напишите, пожалуйста, как вы думаете, почему есть понимание такое, как есть понятие философ и есть понятие мудрец. Отличаются между собой эти понимания понятий. Вообще-то что это такое? И что вы бы выбрали как спутником жизни себе? Друга или жену, мужа, не важно. философа или мудреца? И почему? И мы сегодня поймём, на кого мы должны быть больше похожи. Какие качества у себя больше развивать, чтобы, попадая в ситуацию неопределённости, задумываясь как мудрец или как философ. До встречи, друзья!